Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике интересный... Ну, ресторанчиком бы я это не назвал, пожалуй, все-таки забегаловка, потому что здесь простые совершенно пластиковые стулья, пластиковые столики, которые потом еще и сюда выносят, потому что народ уже копится. Но здесь есть интересная отличительная особенность. Здесь есть олень и разные другие блюда. Проверим, как они готовят неженейшего оленя. Полистав нехитрое меню, я обнаружил следующее. Это один из самых дешевых ресторанов, которые я вообще встречал. Серьезно. Вот, пролистав все меню, самое дорогое, конечно же, это хот-поты. И они здесь... Сколько денег стоит? Сейчас, секундочку. Самый дорогой 280 тысяч. Ну да, для хот-потов это вполне нормальная цена. Но в остальном дороже 100 тысяч. Ничего нет. Средняя цена 60-80 тысяч за все. И оленя в том числе. Свининка есть по 70. Есть креветки по 80. И все в таком плане. Это действительно очень неплохо. Если особенно готовят, вкусно, хорошо. Да, антуражик оставляет желать лучшего. Я здесь с трудом поместился. Поэтому Ромке приходится мне все подавать. Потому что вылезти из-под этих столиков для меня уже большая проблема. Потому что стол низенький, столики тоже очень низенькие. Дождемся для начала лягухи. А потом уж по оленю пройдемся. А вот подъехала лягуха в бамбуке. И нам любезно... Ага. Нам любезно ее вываливают. Вот так это сделать. По незнанию можно и обжечься. Это здорово, что вот такая необычная подача. Серьезно, обугленный ствол бамбука, который вот так открываешь. И человек, не знающий, такой, что там, и на себя вот так вывалит. Это хорошо, что мы попросили персонал такой, покажите нам, как это. Вывалил, все здорово, все отлично. Стоит это блюдо 80 тысяч. Опять же, не очень дорого за вот такое количество лягушки. На мой взгляд, очень неплохо. Что особенно радует? То, что не особо измельчили. Ну, серьезно, нормальные кусочки. Вроде как даже ноголапы, которые можно пожевать. То есть, фитнес-ноги, все хорошо. Ну, какие-то и брюшные части, вот эти вот плавательные недолапки тоже имеются. Но неплохо. Здесь полноценные две, может быть, три лягушки край, конечно же. Но, слушай, соуса богато. Но надо пробовать. Что может быть восхитительнее дружеских обедов, когда сотропезники ведут непринужденную, живую беседу, облокотясь на белую скатерть? Как люди многоопытные, мы все любили покушать. Количество блюд соответствовало числу темпераментов. Флаберу, норманское масло и откормленные руанские утки. Заля ел морских ежей и устриц. Тургенев лакомился икрой. Вот я, когда читаю ваши комменты, типа, сколько можно есть? Или опять ест? Я не обижаюсь. Я думаю, что вы еще не знаете, как ели раньше. Например, великие писатели. Я сейчас вам зачитал реальную цитату про Тургенева и его друзей. Еда ведь нужна для вдохновения в жизни. И мне, да и вам нужна. Если хотите хорошенько вдохновиться, скачайте приложение FoodBand. Там доставка еды круглосуточно. А по правокоду Костян25 скидка вообще на все заказы. Вдохновляющая экономия. В меню FoodBand и итальянская кухня. Горячая пицца прямо из печи. И китайская ароматная лапша удон. Подтай и другие воки. И японская большие сеты роллов с лососем или морепродуктами. И гавайская паке с рыбкой, курицей или креветками. И многое другое тоже есть. Попробуйте разное. Пицца с креветками, к примеру. Или крылышки, как в британском пабе. И креветочки в панировке. Это лучше, чем в фишн-чипс. Или картошечка с грибами. Это уже из русской кухни. Кстати, у FoodBand есть франшиза. Они готовы принять в свою сеть новых предпринимателей. Если вы мечтали открыть пиццерию. Подробнее ниже. Ну а у меня есть промокод Костян25. Это всем вам. Если просто хотите вкусно поесть и сэкономить на всех заказах, кликаем по ссылке. Так, как бы отхватить... Слушайте, а давайте-ка я без палочек сейчас обойдусь. Это все-таки типа курочка по вкусу должна быть. Поэтому можно и руками. А это одна из лучших лягух, господа. А это прям очень хорошо. Вот все, все, кто сомневаются в лягушках, вот попробовав вот эту лягуху, ваши сомнения отпадут точно. Потому что эта лягуха, во-первых, приготовлена нежно. Она как бы из-за тушеной. Соус великолепнейший. Слушайте, я даже не знаю. Ну может быть размер лягушек не такой огромный, как хотелось бы. Встречал их, как говорится, ноги и помощнее. Слушай, Ромка, ты будешь пробовать? Я не ем лягушек. Ты лягушек совсем никак? А ты не хочешь изменить ли свое мнение относительно лягушек, попробовав вот это? Потому что я тебе ответственно заявляю, здесь есть что распробовать. Вот маленький кусочек, вот этот вот фитнес-ляшечку. Здесь дело не во вкусе, а просто в том, как они у меня в голове выглянут, как те ящерицы, которые... А ты глаза закрой. Короче, лягуха огонь. Лягуха классная. Крайне рекомендую вот именно в этом ресторане попробовать лягушку в бамбуке. То, что нужно. Соус. Отдельная песня. Много у нас было ресторанчиков, которые начинали, как говорится, за здравие. А потом что-то у них хромало и шло не так. Вот и посмотрим. Потому что в бамбуке, опять же, у нас заказан еще и олень. Может, даже не одно блюдо. Я не знаю точно, там Туин заказывала. Вот посмотрим. Может быть, они нашли свою фишку в этом соусе. И неважно дальше, какое мясо, они все будут делать в одном и том же соусе. Это будет скучновато. Но проверим, посмотрим. Если у них еще и соусы разнообразные, под каждое мясо подобранное, вот тогда, тогда прям респект. Потому что с лягухой я бы не расставался с этой вообще никогда. А вот подоспелые говядинка. И давайте-ка сами теперь это попробуем. Так. Ну, вытряхайся. О-о-о. О-о-о. Во-первых, у меня получилось. А во-вторых, выглядит здорово. И я у Туин такой спрашиваю, типа, а что у них, тот же самый соус здесь или как, или что? Она говорит, нет, подожди. Чувак, это называется говядина. В бамбуке пять китайских специй. Поэтому, какой тот же самый соус? Конечно, нет. Ну и отлично. Ну и здорово. Ну и молодцы. А что еще требуется? Говядинки надо отметить. Не так, чтобы и мало. Здесь действительно неплохие кусочки. Такие слайсики, тоненькие. Должны прожевываться. Учитывая все здешнее мясо, которое, знаете ли, довольно жесткое. Говядина пять специй. Ну, да. Пожевать. С жилками говядинка. Вот, может быть, вот это. Чисто так попробовать. Даже где жилок нет, вот жуешь, жуешь. Вот, вы знаете, у меня мнение сложилось следующее. Действительно вкусно. Во-первых, богатый набор специй. Ну, китайские пять, стандартные. То есть, здесь в основном анис. Плюс острота неплохая. Плюс черный перец тоже, видимо, дополнительно присутствует. Неплохо обволакивает это все соусом. Вот была бы это только наша нормальная мягкая говядина. Ну или пускай какая-нибудь новозеландская там, или австралийская. Все бы хорошо. Но местный буфало, вот этот горбатый коров, он немножко, конечно же, подпорчивает впечатление. Ром, ну против говядины-то ты не будешь? Конечно. Ну тогда хватай. Вон у тебя там и мисочка, и все готово. А ты возьми в миску сразу себе. Это действительно очень вкусно. Это такой стандартный местный цвет для говядины. Но им бы, знаешь что, просто взять ее и растушить несколько часов, а она будет нормальной станут. Да, да, да. Твой вердикт по вкусу? По вкусу 5. По вкусу да. По, соответственно, консистенции и так далее. Прям, ну она очень жесткая. Пожевать. Жесткая говядина. И что, все что ли, а? Там не видно ничего. Что-то олень это поменьше, чем говядины. Олень ровно так же, как и говядинка выглядит. По количеству, ну примерно то же самое. Но мне почему-то кажется, что чуть-чуть поменьше. Хотя, может быть, кажется. Так, важно, что за соус. И важно мягкость. Ну и вкус. Олень ли это? Малаб, как они растут эти говядины? Или это из зимы? Потому что олень-то такая необычная вещь, все-таки, мясо, да? И вот мне интересно, они выращивают, и это какой-то доморощенный олень? Или это все-таки дикий? Потому что это, как говорится, две большие разницы. Если это доморощенный, как и корова, все равно будет жесткий. А если это дикий, тогда это совсем другое дело. Тогда можно сказать, а, дичь жесткая. Сейчас попытаемся узнать. Скажут они вообще, не скажут, ответят, не ответят. То есть полуфабрикат. Понятно. Привозят оленя уже в виде полуфабриката, поэтому, Сенька, они уже не знают. Ну ладно. А я вот тоже не смогу сказать по, значит, дикости или местному выращиванию. Потому что единственный раз, когда я оленя нормального пробовал, это было в Иордании. Там шеф жарил, знаете, вот на таком столе, который огромный, из себя представляет жарочную поверхность. И вот там у него прям такое, ну типа не филе миньон, но как карбонат. Представляете, такой огромный кусок мяса такой огромный был. И вот он его обжаривает, обжаривает, крутит, вертит. Как только к нему гость подходит, он кусочек, значит, отпиливает. Его дополнительно обжаривает. А потом, соответственно, тебе подают там под соусами всякими. Там был олень, конечно же, да, мягчайший. А теперь здесь скромно. Это помягче говядины. Не сильно, но помягче. Подожди, это тоже пять специй или что? Или очень похоже? Что-то не разберу. Я даже не разберу настолько, что я... Вот дай мне говядину и дай мне оленя. Я бы и не понял, что к чему. Ромка, ну вот тоже попробуй. На мой взгляд, реально одно и то же. Что говядина, что вот этот олень. На некоторые вот куски вот сейчас мне попался прям совсем пожевать. А вот, да. Вот без соуса. Кусочек попробовал, да. Мясо отличается. Мнение Ромы? Вот по вкусу это один в один вообще не отличить. Что говядина, что олень. Ты знаешь, олень? Да, олень. А по жесткости, ну, чуть-чуть помягче, чем говядина. Вот помнишь, мы были в Биахо, и там мы сами оленя готовили. Продуктивы. Там была совсем большая разница по сравнению с этим. У них другой маринад, там чувствуется, что это действительно олень, и он там более мягкий был. То есть его возможно прям было есть. А здесь только сжевать его. Ну, как и говядину, собственно. Мы с Туин во мнениях чуть-чуть не сошлись. Она сказала, что это пожестче, чем говядина. Вот тут у нас как бы мнение, мы с Ромкой на одной стороне, на светлой. А Туин перешла на сторону говядины. Поэтому олень пока что здесь оставляет желать лучшего. То есть то же самое говядина, но в цену-то в ту же самую. Поэтому, слушай, те же самые 80 тысяч, Ром. Вот все, что мы сейчас пробовали, 80 тысяч. Я бы лучше, чтобы я поискал. А там почем, ты не помнишь? Тон 75-80 примерно там. Да, вот давайте вот здесь вот где-нибудь появится вот та цена, которую там олень стоит. А вот подъехал и олень, который у нас будет вот в таком вот блюде готовиться. Типа поджаристый со всяким. Это мы сами будем готовить. Но здесь смотрите что. Помимо самого оленя, который действительно выглядит неплохо, все здорово. Есть овощи, лучок, все кайф. Я спрашиваю, а это что нам? Кусок масла такой поднесли. Классный. А мне объясняют, нет, чувак, ты что? Это маргарин. Я уберу его. Я не враг своему здоровью. Холестерина столько мне не требуется. Давайте вот так вот сделаем. Я уверен, вот этого биксового похоже масла, да, Ром? Похоже, да. Похоже на него, да. Нам вполне себе будет достаточно. Так, придержу. И давай делать замес из мяса и овощичек. Ну что, подождем. Пускай поджарится, побулькает там. Между прочим, болгарский-то здесь тоже недешев. Подзабулькало. Попереворачиваем. Сыромяточку в серединку. Ну и так далее. В общем, процесс готовки идет. Че тут говорить-то? Попробуем оленя. Блюдо это называется най-не. Что означает олень и не. Вот такой вид готовки. То есть это может быть что угодно вместо оленя. И курица, и говядина, и рыба, и так далее. И все будет, соответственно, что-то не. Таким образом. А у нас сейчас олень. Я ем практически то же самое. Но серьезно, меня расстраивает. Лучок отличный. О, острота. Лучок-то в себя впитал. А вот говядина, ой, олень, не особо в себя впитал. Что по поводу болгарского? Да, болгарский в тему. По крайней мере, это необычно. Действительно, здесь это неплохо сочетается. Но, черт возьми, мясо одно и то же. Вот положи сюда говядину. Положи сюда фитнес-куру. Ну да, чуть-чуть другой вкус будет. Вот с говядиной точно не отличишь. Ромка, ты будешь пробовать? Ну, я думаю, что нужно составить мнение, чтобы действительно люди на основании моего единственного мнения не останавливались. Вот, он помогает выключить. А как это? А все, нет. Нет, нет, нет. Это встанет, мой любимый. Ты будешь пробовать что-то. Получилось. Молодец. Вот что значит топать. Вместе с лучком кусок оленя. Вот соус приятен. Нужно действительно обваливать. Первый кусок я съел без обваливания, а просто вот сверху то, что было. А второй прям серьезно обвалялся кусочком лучка. И совсем другое дело. То же самое мясо с точки зрения консистенции, с точки зрения вкуса. От говядины не отличишь. Но соус в этом блюде выгодно отличается. Остается только один вопрос у меня. Зачем вот такое количество маргарина сюда предполагать? Ну, наверное, для жира и так далее. Ну, обычного, рафинированного, дезодорированного положить и было бы получше. Это как замена сливочному. Не идет ни в коем случае. Совсем другой аромат. Но вот тут я немного с ними не согласен. Но это ладно. Мне здесь больше всего, конечно же, нравится лучок и болгарский. Особенно обваленный в этом соусе. Но после того, как обвалял хорошенько в этом соусе и мясо, то оно тоже хорошо. Рома? В данном случае у меня мнение сильно отличается от твоего. Потому что, во-первых, соус намного круче, чем то, что было в бамбуке приготовлено. Он приятнее. Он со стринкой очень приятный. И такой сладковатый сладка, мне показалось. И на счет самого мяса. Слушай, я специально съел 6 кусков. Потому что я думал каждый раз, что мне повезло. Каждый был намного мягче, чем опять же в бамбуке. Вот этот вид готовки, он намного выгоднее, чем тот. Ты, собственно, мне не противоречишь. Вопрос в другом. Ты бы говядину от вот этого оленя отличил бы в этом соусе? Скорее всего, нет. Просто вначале ты сказал, что немного разочарован, потому что то же самое. Ну да, потому что говядину от оленя не отличить. В этом смысле да. Но по вкусу, если сравнивать с тем, что было в бамбуке, это намного лучше. Да. С точки зрения вкуса, это лучшее на сегодня. Лягухи бы еще поспорили, но, к сожалению, Ромка их не пробовал. Поэтому ответить, как говорится, не может на этот момент. Это хорошее блюдо. Это отлично. Вот. И здесь такой возглас. Утуин проявился. Это хорошее. Это вкусное блюдо, но стоит 140 тысяч. Солидно дороже. Почти, можно сказать, в два раза. Что же, олень хорош, но ничем не отличим от говядины. Давайте подводить итоги. Ресторанчик Огтре меня, по большому счету, порадовал. Во-первых, действительно отличными лягушками. Во-вторых, наличием оленя. Что неплохо. Действительно редкое блюдо для здешних мест. Ну, и немножко разочаровал тем, что говядина на оленя уж очень похожа. Соусы отличные. Но не мудрено приготовить одно и то же блюдо, несмотря на разные виды мяса. Если они одинаково просто жесткие. Сюда стоит заглядывать за необычными блюдами. Как минимум, за шикарнейшим соусом, под которым здесь подается вот последний олень, которого мы пробовали. Это было действительно вкусно. И если захотели попробовать лягуху, стоит начать ее знакомство вот с этого места. Это действительно здорово. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Да-да, и чуть было не забыл. Конечно же, крайне низкие цены по сравнению вообще с остальным. Но антуражик оставляет желать лучшего. Обшарпанные стены, микро столики, пластмассовые столики и много шумных вьетнамцев. Но это местный колорит. Никуда от этого не денешься. Да не надо ничего сюда класть. О-о-о, come on, мэн. Царевна-легушка. Она не знает таких слов еще. Ты как сегодня на остроту нацелен? Нет, сегодня не нацелен. Не нацелен? Ну, вот как с ним дела иметь? Можно, но не нужно. Потому что еще не время. Мои колени. Ё-моё! 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 Субтитры создавал DimaTorzok